О том, что Коломна стала артистическим районом только в 19 веке, напоминает архитектурный комплекс Новой Голландии слева. Эти сооружения, построенные из красного кирпича в 18 столетии, использовали как склады для сушки леса, которые применяли при строительстве кораблей. Согласно легенде, название Новая Голландия было дано острову лично императором Петром I. Это могло объясняться тем, что здесь работали приглашенные Петром голландские кораблестроители, а местность напоминала Голландию. Посещение этой страны Петром стало знаковым для императора, который задумал создать город на Неве и русский флот наподобие голландского. Строительство каменных зданий на месте деревянных построек Петровского времени было завершено к концу 18 века. Чертеж острова, выполненный в суровом крепостном стиле, создал архитектор Савва Челакинский. Оформлением фасадов занимался Жан-Батист Вален де Ламот. Им были созданы проекты классических порталов и декора фасадов, выходящих на каналы. Проекты двух мастеров были переработаны и воплощены инженером Иоганном Герардом. В 19 веке на территории острова была сооружена морская тюрьма, а одно из зданий перестроено в лабораторию морского ведомства, опыты которой проводил Дмитрий Иванович Менделеев. В начале 20-го столетия появились здания радиостанций, при помощи которой держали беспрерывную связь с кораблями Балтийского и Черного морей. В 1970-х годах были выдвинуты идеи о превращении острова Новая Голландия в центр культуры и сотрудничества. Редактор субтитров А.Семкин